Алгебра над операдой О, на пространстве В. То есть это значит, означает, что... Да, кстати, еще очень хорошо вот написать, что такое для нашего вот этого В, левая часть, то есть что написано вот здесь. То есть, ну давайте, вот... Вот, значит, что такое О на В? Вот для такого В. Ну, я так понимаю, что его n-член будет равен О от n на симметрическую группу n на В в степени n. Вот, вот можно это поглядеть. Значит, я уже это, к сожалению, все... Не, ну, в общем, короче говоря, вот сказать, что у нас вот есть такое вот отображение, да, О на В, В, это значит сказать, что у нас есть вот это вот отображение О от n на сигма n в степени n в. Вот, и это должно быть согласовано, соответственно, со структурой операты. Но вот это можно сказать двумя способами, значит, либо надо сказать, что... Вот сказать, что это диаграмма коммутативна, и можно проверить, что коммутативность этой диаграммы транслируется просто в одно условие, что вот эта вот штука, которая по нашему аджанкшену, это отображение симметрических последовательностей. Но на самом деле оно является отображением операт. В каком смысле? В том смысле, что для любого вообще вот x, вот эта вот штука, внутренний холм, является оператой. Операта, да? Вот, я думаю, что это, значит, как можно показать, что это операта? Ну, давайте попробуем, что, значит, нужно построить, ну, нужно показать, что это, значит, маноид, что x на x, значит, в x на x у нас отображается в x на x. Вот, ну, для этого... Ну, в общем, такие отображения, да, это то же самое, что отображение из x на x, вот, в внутренний холм, из x на x, в x на x. И, насколько я понимаю, вот эта вот штука сейчас как-то, значит, должна просто очень легко строиться. То есть давайте я вам, может быть, сейчас, может быть, я совсем в деталях это повторю вот в следующий раз, скажу, но, в общем, получается, что для любого x, вот эта вот штука, значит, это операта некоторая, в частности, для такого очень специфического x, которое мы рассматриваем, связанное с одним объектом v. Ну, и при этом вот эта вот правая часть априори нам дает не отображение операт, а отображение в симметрических последствиях. Вот можно показать, что у нас как бы вот в этом хоме есть некое подмножество. Вот здесь, значит, это подмножество, это хом там операт, если x, если тут будет y, то это хом операт, а в этом хоме это подмножество, как бы, модулей. То есть это подмножество, вот если x это маноид, то есть операта, то тут у нас есть такие отображения, которые, значит, являются отображениями модулями на модулем над x то есть что вот эти диаграммы коммутативно и можно значит просто вот показать что из этой вот общей линейной такой присоединенности у нас на вот этих подмножествах тоже возникает изоморфизм и сказать значит что кто-то является алгеброй над такой вот операды это тоже самое что то есть модулем над вот этой вот вот над этим моноидом это тоже самое что сказать что есть отображение операции здесь но очень просто я значит может быть я не я надеюсь что все-таки не совсем запутал тут основная мысль которую я хотел довести то что значит сама по себе опера да это симметрическая последность которая моноид относительно вот этого произведения и вторая мысль это то что у него есть правый сопряженный внутренних он и если вот для такого вот x когда в 0 0 компоненте и дальше нули взять этот внутренних он то получается в точности опера да and и что на самом деле это устанавливает вот такую вот как бы в общем красивую довольно просто некоторые общий взгляд на вот эти все вещи но просто это чтобы вы имели ввиду может я загружу эту статью если будет интересно можно поглядеть и у лады и валета тоже это написано значит только значит как-то там без внутреннего хома но в общем наверное на сегодня все значит следующий раз мы рассмотрим теперь уже примеры значит мы чуть-чуть еще поговорим о том как что такое все-таки алгебра над симметрической операции посмотрим много-много примеров и построим значит вам покажем что для существует но что бывают свободные алгебры над любой операды и что бывают свободные операды порожденные данной симметрической последовательности то есть мы можем например вот сказать что но вот мы увидим что есть значит вот такие операда которая состоит из таких как бы планарных деревьев в которых вот вершины ставятся некоторые элементы соответствующие арности и симметрической последовательности и это там имеет смысл свободные операды порожденной симметрической последовательностью в том же смысле что там например свободные алгебры порожденной вертольным пространством вот ну то есть наверно следующие следующий раз он еще будет про какие-то довольно простые вещи то есть про кучу примеров вот про вот эти все свободные вещи про то как это все значит что строено, а потом мы уже решим и будем двигаться в каком-то более содержательном направлении. Ну, в общем, я думаю, что эти формулы, они на самом деле не то, что прямо ужасны. Их можно поглядеть в этих источниках, и это просто очень красиво, потому что можно тогда на все вот эти нами от руки написанные условия просто смотреть, что есть там некоторые произведения, у него есть внутренний хом, и это всегда дико удобно. Ну вот, тогда все, наверное, на сегодня.